без бэндика игра загрузилась в секунды поехали дальше следующая часть грибочки всякие девочки то и поговорил девочка чё гигачит меня здравствуй фродо привет анжелика мы будем скучать по тебе да неужели ты отправляешься в долгий путь можно сказать на другой конец света всего лишь на другой конец заселье но это же так далеко надеюсь когда-нибудь ты все же вернешься я тоже надеюсь до свидания анжелика это же так далеко настоящая мужика жест на празднике весны все будут танцевать вокруг него интересно я успею вернуться это без текстурные он все подписаны на этом самом месте я поймал свою первую рыбу как же давно это было я побегаю по столикам текстурка то пропадает да еще два грибочка на сельскую ярмарку я точно не успею а как бы было здорово повеселиться на этой площади поесть свежих фруктов еще успеешь ты ну что 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 происходит этим детям нечем заняться если волки приблизиться к защите стражи на границе их прогонит хорошо что наш край так хорошо охраняется ну если это все то я пошел в зеленом драконе меня зажгалась с этой поговорить правской лобели не могу сказать что же касается усадьбы я уверен шериф обо всем позаботиться так позвоните в колокол если шериф при речи он сразу же придет еще бездельника меня обозвала как ты посмел старая бабка у нас нет выбора я то вижу да позвонил ты есть позвонил в колокол очень вот в руки это я позвонил в колокол лобелия просила сообщить вам что в заселье появились волки всего ты слышал я про этих волков и не один раз только вот видите никто не видит если волки приблизиться к защите стражи на границе их прогонит хорошо что наш край так хорошо охраняется ну если это все то я пошел в зеленом драконе меня зажгалась наряду окей все позвонил ну наконец-то хоть у кого-то хватило ума позвонить в этот треклятый колокол теперь в заселе снова воцарятся закон и посмотрите на тот квадратный палец а теперь о чем ты там хотел со мной поговорить да побыстрее у меня куча дел я насчет усадьбы вы кажется хотели ее купить что а ты не врешь юный обманщик покажи покажи мне документы на усадьбу они у тебя с собой вот документы на овладение усадьбы ох поверьте могу неужели моя мечта наконец-то сбылась ключ я пока оставлю у себя мне нужно забрать кое-какие вещи если вы не воздражаете он останется у мастера генги третий дом по холмовой улице что у грэнги да этот деревенщина со своим сыночком все растащат и спасибо не скажут что ж до свидания лобелия мой милый малыш лотто будет так счастлив наконец-то в усадьбе бэггинса поселятся вполне приличные хоббиты ох рога ты тоже мог бы многого добиться если бы не водился со всякими сомнительными типами вокруг тебя вечно крутятся крестьяне гномы волшебники а свою родню вплоть и крот свою даже начальнику гласишь честное слово слышь что старуха вот тебе на твоему каменному лицо неодевировано лицо окей нам надо зайти на кружечку в зеленого дракончика а еще не совсем поболтали привет дедушка ни хрена тебя хоть кто то поздравил что-то твой дружок волшебник к нам не заглядывает а я так соскучился по его фейерверкам я тоже помню как тогда он заявился к старине бильбо а с ним целая орава гномов шуму то бы теперь я понимаю что это за орава поспокойнее ну я бы не сказал тут недавно в корчме мне такое рассказали говорят возле старого леса опять видели могильных дух все с мечами в коронах и ростом в три хоббита а еще рассказываю что где-то на васоке какой-то властелин армию собирает за серьги завоевывать ну наши шерифы и конечно ему пока а вот гномы с большим народом того властелина испугались бегут оттуда как от чумы даже эльфы вон и те садятся на корабли и уплывают неведомо куда что-то заболтался счастливые тебе дороги спасибо за и стоит так надо f4 так f2 и в 4 в этот шерифчик а привет фроды выпьешь со мной крючку другую привет шериф робин нет я ненадолго просто попрощаться отправляешься на поиски приключений что приключения да нет никаких приключений ну почему же не уж то все драконы попрятались от бесстрашных бэггинсов ладно ладно фроды не беспокойся я просто пошутил все знают что ты хоббит порядочный уважаемый не то что твой дядюшка бильбо доброго ему здоровья совершенно верно что ж до свидания робин как и вот и два проказника танцы мастер генги вот добрый день добрый день молодой господин фродо надеюсь мой сэм будет хорошо ухаживать за вашим новым садом а а ежели он халтурить начнет будьте так добры скажите мне только словечко ваш сын отличный садовник мастер генги он конечно простоват но руки у него что надо спасибо что берете его с собой будьте поосторожнее в дороге слыхал я будто в южном пределе волки забились по крайней мере гуга перестегин в плюще хвастался будто видел их своими глазами волки в заселье именно так я ему и сказал какие волки в заселье мой старик рассказывал мне о волках когда я еще в хоббитятах ходил я и думать не думал что увижу такое своими глазами надеюсь волки уберутся отсюда так же быстро как и пришли до свидания мастер генги привет рози и тебе привет фродо бэггинс хорошей погоды тебе в дороге кстати а где сэма айс мы встретимся с ним чуть позже но ведь вы будете возвращаться время от времени правда фродо надеюсь что да что ж может хотя бы ты научишь сэма хорошим манером а что он опять натворил ну сама я ничего не видела но говорят он швырялся камнями в сигнальный колокол вместе с другими бездельниками шериф робин чуть с ума не сошел а теперь если вдруг и вправду что случится он даже из трактира выходить не станет подумать что опять детишки развлекаются знаешь сэм конечно глуповат но настолько же что ж тебе виднее навещайте нас почаще окей привет проказнички что-то ты запаздываешь неужто этот бездельник сэм генги не передал что мы ждем тебя здесь оставьте сэма в покое лучше скажите мне что это вы двое бездельников забыли в таверне завтракали мы а сейчас вот ждем второго завтрака бери стул и присоединяйся и что же вы шли сюда через пол за семьи чтобы только позавтракать нет мы не скажу это секрет не говори ему ну вот он сам обо всем догадался раз уж нам все равно идти мимо фермы мегата мы тут подумали почему бы не заглянуть в его сад трое компании что надо как старые времена помнишь те грибы да и тех собак я тоже не забыл глядите-ка похоже фродо испугался а ты пипен как не боишься тупки ничего не бояться а собаки что собаки они только гавкают громко а кусать не кусают вот и я так думал пока магат не обещал познакомить меня с их зубами и это потому что он тебя тогда поймал просто в этот раз будь поосторожнее помнишь как пахли те грибы когда мы жарили да уж пальчики оближешь значит договорились встретимся на ферме магата окей встретимся может быть так и проверка отлично не сможем сделать окей что-то нам надо идти дальше типа пойдем дальше сюда куда-нибудь вроде кто-то должен сидеть еще не должен графочек конечно же откладываться те времена сейчас вроде неплохо здравствуйте ноус рад снова видеть вас в добром здравии спасибо я и вправду здоров как бы неплохо сохранился совсем как твой дядечка бимбо всяческих ему благ рад слышать а все этот новый травяной чай который я нынче пью прекрасно что ж а я отправляюсь даже кости мои старые не ломит вот что я тебе скажу истинное чудо должно быть это действительно необыкновенный чай а теперь я должен и вовсе тут ничего необыкновенного травы эти у нас растут на каждом шагу всего-то петрушка вереск да королевский лист угостил бы да тот понимаешь такое дело что-то случилось да вот было у меня чеснок какой-то безобразник санчо их утащил и ладно бы для пользы так нет поигрался то выкинул вот теперь надо идти искать кстати это необязательное задание можно идти тупо по сюжету для этого надо было достаточно лобили подойти и потом обратно но пока не будем ходить обратно f2 и f4 муки вот сгал дальше загрузку ну взяток парился вот и первый сверсток вот один из тех свертков о которых говорил старый ноус геребочек он был бы привет гуси рутки то есть еще один гриб столько не понадобится здравствуйте привет парень ты и бэггерс верно бильбок фрода ах да фрода из той шикарной усадьбы на калме усадьбы бильбок да как поливаешь бильбок фрода точно фрода ну ладно хватит болтать у меня срочное дело в бри тэд сэндимон поручил мне раздобыть одну штуковину для его мельницы так она уже работает вы разве не знаете вот идача ну да я нашел ему тот стержень да значит это тебя я должен благодарить ну и спасибо же тебе бильбо рад был помочь ну ладно бильбо мне пора бильбо а то ты опять будешь ругаться что я пропадаю неизвестно где а честно да честно до сих пор ты давай иди к нему все называют мне бильбо я не бильбо я в рода окей теперь надо просто спуститься по низу найти еще пару этих свертков штучки вот там где он их вообще как он думал вообще чем он думал когда разбрасывал где попал разбрасал просто так что сейчас покрытие собачки следить за ним а там этот фермер сраный м как это что это мы господин решили со старой нет я хочу сказать у нас этого и в мыслях не было господин тогда проваливаете отсюда они то мои собачки вами займутся и вот так к санка будет каждый раз производится из производится . и уйти выходи дальше нужная тревога интересно кто сломал этот замок я снимаю этой собачки на что меня видит собачка камешки то нет главное не трогай собачка это мы все-все понял главное собрали эти четыре сверстка пошли отдадим их старичку еще грибочки соберем так много не стоит собирать и не особо не нужно даже как-то так нет конечно в детстве я тоже любил позабавиться но отнимать у старика лекарства нехорошо это прямо так и сказал прошло великолепно вернем старичку он нас наградит грибочками кучкой грибочков старичок вот тебе молодой бэггинс вот держите спасибо молодой бэггинс порадовались старину ноукса а в благодарность возьмите-ка вы и вот это три грибочка осталось только забрать колечко из усадьбы и вуаля готово что трактир нет в него не надо надеюсь загрузка удачной будет слава богу это не понравилось слегка то что как-то медленно было немного слава богу это карта как-то ей не пользовался все самое самое начнется такое я заявится где нужно ловко все делать думаю мне пора забрать кольцо и покинуть хоббитон кольцо такой звук кстати увязать ничего не так думаю что нам вообще понадобится f2